Руководитель проекта Григорьева Наталья Николаевна. Мы у всех удивили своей съедобной посуде. Это Наталья. Она получает грант на дальнейшую разработку первой в мире съедобной посуды из морковки и свеклы. По словам автора проекта, утилизация одноразовой посуды – одна из самых серьезных экологических проблем во всем мире. Наталья надеется, что в скором будущем люди полностью откажутся от использования пластиковых тарелок, ложек и стаканов. Наши дачники, которые выращивают морковку, свеклу, ранетки при помощи простейшего рецепта – гуаровая смола, добавление некоторых водорослей. Все это смешивается в пресс-форме, застывает в печах и получается очень красивая съедобная посуда, которую можно брать на пикники, которая мгновенно в четыре дня разлагается на природе. Ее могут есть белки, могут есть зайцы, они не отравятся, могут есть люди. Конкурс «Зеленая волна» проводится с 2017 года. В нем участвуют как профессиональные коллективы, так и простые жители города. Каждый год появляются необходимые креативные проекты, которые удивляют. За победу в одной из номинаций авторов ждет грант до 100 тысяч рублей. Заместитель директора компании «Русал» Александр Дроздов уверен, что все проекты, победившие в этом году, обязательно воплотятся в жизнь. Мы преследуем две цели. С одной стороны, мы поддерживаем материально вот такие инициативы. Мы около миллиона рублей выделили только для красноярцев в этом году. На самом деле в этом и заложена, как я уже говорю, одна из главных идей конкурса – это поощрять вот такую инициативу. Потому что из таких проектов даже на основе, так скажем, идей, потом что-то все равно рождается и переходит. «Зеленая волна» проходит еще в шести регионах России. За пять лет компания «Русал» поддерживала более 250 экологических инициатив на сумму около 9 миллионов рублей. Также за все это время волонтеры посадили более 15 тысяч деревьев в семи регионах страны.